здравствуйте уважаемые веб-разработчики меня зовут алексей террасов и я являюсь преподавателем центра специалист уже более семи лет веду курсы по веб-разработке и прошлом году мы запустили курс по реакту он благополучно прошел и количество людей которые приходят изучать эту библиотеку она плавненько начала расти если вы следите за вакансиями на различных площадках то вы тоже можете заметить что это библиотекам в последнее время стала занимать все больше и больше строчек среди вот с требованием работодателей сегодня у нас очень интересная тема мы будем говорить о том как создается навигация сайта мы не будем хватать звезд с неба создавать какой-нибудь там супер мега пупер навигацию мы постараемся разобраться с самым простым вариантом навигации и я не стал включать этого в программу но наша сегодняшняя речь пойдет на самом деле о таком классном компоненте для реакта это react роутер все кто рано или поздно стартует изучение реакта приходят двум вещам компонентном состоянии сам в одной реакт а потом реакту роутеру и react редакс редакс пока что мы не рассматриваем а вот роутер немного сегодня посмотрим также этот курс является демонстрацией маленьким фрагментом маленьким анонсом нашего последующего курса который планируется запустить следите за новостями и в общем приходите учиться к нам наши менеджеры обещали что если вы скажете что пришли с вебинара какие-то бонусы для меня это пока что является секретом если кто-то вдруг получит бонус мы не расскажите в чем заключается ну а мы наверное начнем работу и так первое с чего мы начнем где мы будем все делать что я запланировал нам понадобится к дпн ай ол почему я выбрал так сказать этот сервис потому что он доступен сразу всем здесь и сейчас не требует каких-то длительных усилий по установке реакта и дополнительных плагинов в общем будем работать кто-нибудь уже сталкивался с реакт роутера в чем его идея и так основная идея реакт роутера организовать маршрутизацию то есть другими словами сопоставление адресов появляющихся в урле странице юры вашего будущего в приложении и отображение нужных компонентов зависимости от рук например мы планируем сами создать небольшое меню там два три пункта две три ссылки находящихся в левом верхнем углу минимум css а максимум работы с реактором при нажатии на ту или иную ссылку у нас должна перерисовываться основная часть приложения вот чем мы сейчас будем заниматься ну предполагается что потом этот вебинар будут слушатели просматривать также на канале специалиста тиви вот но тем не менее я предлагаю здесь всем присутствующим и кто находится у нас в аудитории и кто находится у нас в чате запустить к дпн и попробовать удержаться посмотрев как все будет работать чтобы задачу чуть-чуть упростить и сделать более интересной я сейчас вот здесь вот сохраню этот адрес к дпн и скину его нашим слушателям вебинара в чат друзья напишите пожалуйста плюсик в чат если вы увидели эту ссылочку а слушателям в аудитории я сохраню этот урл вот сетевую папку напомню что наше занятие идет всегда в режиме следующем я сначала показываю объясняю материал через 10-15 минут у нас маленькая пауза на вопросы-ответы отвечаю на вопросы потом опять продолжаем и вот так пока у нас не стечет время и или не будет решена задача и так первым делом мы должны с вами настроить нашу среду на работу с джейс иксом и на работу с фишками чё джейс икса поэтому забираемся вот сюда шестеренку джейса в коды прям и выбираем с вами вот здесь вот препроцессор бэйбл вот он следующим шагом после того как мы выбрали бэйбл мы располагаем вот сюда несколько ресурсов чтобы время не терять я эти ресурсы для себя потихонечку выписал и в этом файле который вы открыли тоже их сохраняя они у вас должны появиться они будут сейчас появились у слушателей вебинара эти ресурса ресурсы появились тоже значит внимательно не спеша посмотрите что с ними нужно сделать первым шагом в первое поле мы подключаем react development это библиотека с сидим сервера который указан вторым шагом мы подключаем react дом это непосредственно то что позволит нам в реакте работать с домом вот во второе этим шагом нажав на это она за ресурс мы подключаем непосредственно библиотеку react роутер если вдруг вы раньше с реактом работали то вы наверняка знаете что он очень здорово используется при работе с но джейсом при работе на сервере или если у вас на рабочей домашней машине реализовано обмен и работа через сервер в этом случае можно не так подключать как мы сейчас браузере а просто импортировать эти модели но я подумал что для нашего маленького вебинара рассказывать еще об импорте и там проверять у всех все сошлось это слишком такая задача длительная поэтому указал по библиотеке нажал сейс следующим шагом нам с вами нужно будет несколько вещей тоже предварительных описать давайте создадим корень нашего приложения находящийся вот здесь в разделе html сделаем следующим образом решетка а не нажмем клавишу там мы используем эмит наверняка вы о нем уже сто раз слышали если нет то после занятия посмотрите решетка а клавиша табы это все разворачивается в диск с идентификатором а именно здесь мы будем отрисовывать наше приложение теперь совсем немножко css а чтобы все было очень красиво первым делом мы указываем универсальный селектор и говорим что у нас будет ариал шрифт ну субъективно преподу не нравится другой fp 2.0 или как и так знаете не захотел вручную фон фэмили ариал или фон фэмили сансе это первое и второе поскольку мы будем с вами создавать гиперссылки то в этом случае мы немножечко окрасим сами ссылки в цвет 369 добавив этим ссылкам немножко спаддинга мы не будем особенно сильно сейчас объяснять как тут все работает спаддингом с цветом главное что это есть вот я сохранил обратите внимание это мой скрипт если вы попытаетесь сейчас изменения внести именно в моем скрипте то конечно же ничего не получится поэтому если кто-то вдруг потерялся нажмите fork и вы будете продолжать работать с абсолютно своим скриптом правда тогда мои изменения видеть к сожалению не получится так что выбирайте или на двух вкладках можно все это расположить теперь когда у нас создано приложение и созданные базовые стили нам надо поговорить о том из каких компонентов состоит у нас react роутер самом деле компонентов этих достаточно много я решил вам сегодня рассказать о нескольких из них первый первый компонент который нам понадобится это броузер роутер или хэш роутер эта штука при подключении позволяет организовать своеобразный history object объект хранящий историю переходов туда-сюда по приложению браузер роутер обычно используются для тех случаев когда вы работаете с приложением таким что на сервере находится какая-то динамическая часть то есть там есть спи скрипты и печки скрипты или что-то еще хэш роутер используется в том случае если у вас на сервере лежат обычные статические файлы ну там почти мы или может быть там много джесса соответственно нам первым делом сейчас нужно добиться того что мы возьмем один из этих роутеров и начнем использовать ну как вы наверно догадываетесь какой нам подойдет больше конечно же хэш роутер потому что у нас сейчас нет никакого сервера и нет никакого содержимого видео там скриптов дополнительно поэтому сворачиваем вот эти все окошки и первым делом прописываем следующее константа и потом мы делаем деструктуризацию я надеюсь вы знаете что такое деструктуризация если нет то кратенько это получение из некоторого готового существующего объекта а именно react роутер дом другого объекта который у нас там внутри используется как свойства другими словами вот такой кусок кода позволит нам работать с хэш роутером и так конст фигурки хэш роутер рио react роутер дом следующим шагом и я совсем забыл сказать предполагается что мы чуть-чуть где-то когда слышали про react потому что прошлый вебинар у нас был посвящен давным-давно мы его спускали знакомство с реактом а здесь мы уже что уже непосредственно работаем с готовыми компонентами следующим шагом мы с вами должны отрендерить мы должны отрендерить то что у нас должно отобразиться ну хотя бы так небольшой кусок кода забираюсь вот сюда и говорю выбрали мы хэш роутер react дом рендер метод и вот здесь указываем хэш роутер вот здесь он пошел открылся здесь он пошел закрылся есть такой внутри хэш роутера мы можем указать какой-нибудь содержимое это может быть сразу некоторый текст а может быть какой-нибудь и чтим элемент ну давайте запишем что-то типа дива и вот здесь вот слова тест и еще один див ну те кто с реактом уже занимался могут конечно придраться к моим словам по поводу чтимов элемента дело в том что это не вполне чтимов элемент это уже тот самый gsx следующей частью мы должны указать где именно у нас будет отрисовка происходить мы помним мы создавали только что контейнер для приложения геет элемент байкой тем и вот здесь вот указываем об проверяем все ли у нас нормально get элемент байки а значит если вы все написали правильно у вас должна будет произойти отрисовка значит следующее что я попробую это все-таки пробиться через создание приложение дополнительного значит я предлагаю здесь ну вот дмитрий говорит что росконнадзор шарит вот я не знаю у меня были такие последние два дня сути когда например дома отрабатывает в одном комплексе отрабатывать другом не отрабатывать но я надеюсь это у нас минует ситуация потому что иначе наш обинар сегодня закончится очень успешно итак первым делом я сейчас попробую все сделать через положение вам просьба не спешить поэтому сразу говорю работа пошла немножко не по тому плану как запланировано я хочу сказать что у меня есть класс и который расширяет react компонент и следующим шагом соответственно прописать это приложение его метод render вот так вот а тут сказать что у нас выводится ну например какой-нибудь тот же самый дифф тест то есть я что сейчас делаю я зондирую доступен у меня или недоступен мой класс вот сюда теперь я прописываю что это control x наше приложение app slash проверяю чего-нибудь показывается не показывается по моему вообще ничего нигде не показывается от из 525 класс тэп написал нормально return ага рендер тут вот так вот и здесь у меня вот это вот так вот смотрите дальше вот здесь вот никто не поправил я не заметил дом то у нас пишется за главные буквы она и так возвращаю что у меня было вряд доме вот здесь и проверяю значит вот у меня вводится тест ну хорошо хорошо и так еще раз чему тут сделали для опоздавших и для тех кто так сказать увидел мое вот такое произведение первым делом мы импортировали через деструктуризацию хэш роутер компонент который отвечает за статические маршруты следующем делом создали этот отрисовали этот компонент внутри которого находится див с некоторым текстом соответственно теперь у меня при построении менюшки будет храниться вся история переходов по всем пунктам и это означает что если я буду делать приложение которое например рассчитывают какие-то услуги я сегодня буду все время упоминать ипотеку потому что на многих курсах она у меня встречается то если я перейду на форму ипотеки а потом на странице about а потом на страницу там как рассчитать ипотеку у меня будут меняться пути в маршку в том самом в локейшене в браузере а хэш роутер будет запоминать эти все переходы кнопки назад вперед будут оставлять меня на этой же странице на этом же сайте в этом же приложении но при этом отрисовываться все внутреннее содержимое будет продолжаться и так это был хэш роутер следующее о чем мы с вами должны поговорить это будут компоненты линк и нафлинк линк это компонент который отрисовывает непосредственно гиперссылки основной компонент который будет создавать элементы а внутри нашего приложения нафлинк это еще один классный компонент отличающийся от линка только тем что у него есть поддержка указание активной ссылки что такое активная ссылка если у ссылки и и и через ну то есть ее адрес будет совпадать с той страницы на которой мы сейчас находимся то эту ссылку можно как-то покрасить у нафлинка есть класс который называется актив классный и если все сессии прописать у него какое-то значение у нас покраситься соответственно для нашей задачи мы берем все по минимуму тушь и школа тут уберем link давайте зададим несколько гиперссылок у нас на нашей странице забираемся куда-нибудь внутрь диво вот сюда и создаем там это не может теперь сделать элемент нас сожалению и метод с бэйбелом у меня на работу его не настроена поэтому придется вручную поработать это у меня открывающийся на это у меня нас закрывающийся а внутри я создаю свой первый свою первую ссылку при помощи компонента link открылась и закрылась вот так ну и то что будет внутри этого компонента link она появится у нас на экране виде содержимого нашей гипер ссылки а внутри у линка мы с вами укажем props или по-другому проб зваться он будет тут именно эта штука превратится у нас во что в и через наши гипер ссылки вот все что тут напишите она придет в и через наши гипер ссылки выглядит вот вот так берем уговорим здесь у нас будет что флэш ну я сразу проверяю у меня сегодня дело не задалось опять там чего-то какая-то ошибка пишется я пока не вижу никаких нарушений дивы открыты закрытый все нормально по инерции создаю вторую гипер ссылку и заодно сразу догадываюсь почему у меня адресовка не происходит все под контролем мы просто не импортировали этот и так прокачивайте линк тул слэш линк тул и балл именно такие именно такие url будут нас доступны в приложении а потом не забудьте верхней части страницы указать что вы подключаете также линк смотрите вот здесь сразу после хэш роутера вот тут нужен нам линк если захотите поиграть с активной ссылкой соответственно надо будет подключать подключить навки ну вот в результате в результате подключения нашего линка появилась две гипер ссылки я забыл изменить текст второй из них поэтому после подключения вот здесь вот указываю у нас у нас ну и можно на самом деле какой-нибудь еще закинуть ссылку например там сервисы с но это уже не обязательно то можете не делать и так у нее есть три гипер ссылки а слова тест который мне вот здесь вот играла роль проверки я удаляю пожалуйста у нас возникла простая навигация ну правда толку сейчас от нее пока мало я могу конечно там нажимать что тут так поделать но у нас это не завязано на отрисовки поэтому следующим шагом у нас будет создание простых очень компонентов которые будут отвечать за содержимое вот этой части страницы у нас прошло больше чем 15-20 минут поэтому если у кого-нибудь вопросы она вот выбирает если вопросы есть можно как раз уже задавать у нас возник первый вопрос можно ли вот то что мы сейчас используем прописывать используя на существующем сайте в осенье в боевом в боевом режиме ответ да единственно что вам нужно будет прикинуть это первое где у вас будет отрисовываться само меню то есть внутри приложения найти такой контейнер типа нашего дифа иди об не там это меню 3 суд и второе вам надо будет продумать а как у вас это все будет делать силу завязано потому что реакциям по себе предназначен для построения интерфейсов в том числе интерфейсов спа приложений single page application что он скажет всего шаг на это если свежих будет не против вы вот все то же самое что мы сегодня делаем спокойно можете прикрутить она будет работать чем он отличается то умеет что будет на печке связан написано ну если мы меню делаем на печке и на других серверных языках при нажатии на гиперссылку что происходит у вас происходит открытие новой страницы повторная отправка и чтепи запроса на сервер ответ сервера ну то есть на сервере большая нагрузка здесь же предполагается что у вас компоненты зашито какое-то содержимое в нашем случае это статическая а в случае например если вы делаете интернет-магазин то там может быть какая-то динамика к примеру у вас есть мне ссылка about или сервис у вас есть ссылка под названием product slash дальше идет номер товара естественно что все товары магазина вы не будете хранить где-то да значит вы сделаете компонент который при отрисовке будет через там аякс или через веб сокеты запрашивать данные с сервера чем это выгоднее спросите вы если вы аяксом запрашиваете данные вы тратите гораздо меньше трафика и гораздо быстрее это происходит чем нежели отправлять все заголовки там для страницы для сервера а из через веб сокет вообще скорость увеличивается существенно в общем отличается ну ладно я думаю что все кто хотел успели дописать следующим шагом давайте создадим пару компонент мы их пропишем до react дом рендера вот здесь вот первый компонент будет у нас называться конст ипотека ипотека нет мы не будем сегодня точно рассчитывать ипотеку мы просто сделаем заглушку которая будет что-то отрисовывать всего лишь просто заглушка обозначаем ее константой обозначаем ее стрелочной функцией и дальше внутри говорим что у нас будет здесь что я фигурки поставил внимание не фигурки круглые поставим скобки иначе если вы поставите фигурки надо будет отдельно писать return а я не собираюсь этого делать и так div открылся div закрылся а вот здесь у нас будет h2 ипотека и h2 закрывается пожалуйста это будет первый компонент абсолютно абсолютно минимум кода никаких дополнительных заморочек и абсолютно такой же второй компонент названием about там текст идет о нас ну а здесь соответственно просто идет оба дублируем и заодно сохраняя чтобы вы могли следить за кодом который доступен по ссылке значит вот так вот масштаб меняю это about 1 это у нас у нас готово ну у меня не хватает третьего компонента который я по ходу ставил он называется сервисов я его вставлю буквально через полторы минуты после того как вы успеете текущий кусочек куда отрисовать следующий и последний набор компонентов которые нам понадобятся это компоненты roll и свеч на самом деле свечном не особо нужен больше всего нужен road именно он указывает какому маршруту будет сопоставлен какой компонент ну например для слыша это будет ипотека для about это будет компоненты ball и там для слэш сервисов это будет свой компонент стресс соответственно что мы должны сделать мы должны подключить эти компоненты вот здесь давайте это сразу сейчас сделать вот здесь мы говорим что у нас идет road switch switch можно тоже подключить про запас вдруг нам захочется его попробовать и дальше когда вы road и switch подключили еще раз всего два компонента мы забираемся в наш хэш роутер там где рендер происходит вот сюда вот сюда и говорим что у нас внутри элемента давайте его обзовем элементом мы здесь у нас будут находиться чего сами роды но кто вдруг не помнит забыл или не знает roll соответственно это что маршрут а роутер это маршрутизатор вот у нас как-то все сходится да там хэш роутер тут маршруты и так как устроен маршрут мы записываем 1 и указываем какому пути он будет соответствовать вот я беру так и говорю roll path равняется и говорю что у него там будет внутри прописан вот такой вот слэш после этого я указываю какой компонент будет отрисовываться другими словами мы могли бы с вами это все сделать посидел достаточно долго и вручную сами без сторонних компонентов но разработчики реактора уже четвертую версию создали которую мы сейчас используем и достаточно большой путь прошли поэтому нам стоит присмотреться к существующим здесь мы указываем ипотека то есть когда человек нажмет на слэш у него отрисуется ипотека вот а по следующим роутером роутом у нас будет здесь about так секунду а я все там указал а да вроде как все вот здесь вот будет и балл и вот здесь вот тоже будет и балл но и поскольку у меня будут еще сервиса съесть я сейчас себе еще третий пропишу сервисов вы не спешите с третьим не надо потому запутаться кто-то может не успеть сервисов и я его сейчас тоже там подключу ну если вы успеваете и улавливаете день то у нас есть ссылки которые отрисовываются раз и у нас есть маршруты которые по и шрифу который в кипи ссылки и соответствует соответственно отрисовывать нужный нам компонент остается мне добавить вот тут вот сервисов я его аккуратно добавляю и быстро возвращаюсь туда где возможно кто-то остановился это у нас вот как-то так должно быть сейф так ну давайте посмотрим что у нас вышло вот у нас ипотека у нас услуги я пока что нажимаю ипотеку нажимаю услуги и у меня по моему там особенно ничего не отрабатывает давайте проверять все ли у нас тут хорошо открываем 12 у-у-у-у about он не ругается на то что у меня чего а какой кошмар компоненты нужно указать не просто жалкими строками а конечно же как часть выражения да это недопустимая ошибка я и быстро исправляет вот тут фигурка будут фигурка будут фигурка даже пропсы как можно было так и вот теперь когда я указал правильное название компонента и указал его что она высчитывается выражение я по умолчанию вот здесь появляется что ипотека нажимаем а нас у нас прорисовывается снизу что а нас нажимаем услуги у меня прорисовываются вот здесь вот что услуги эти да ну вообще-то не совсем так запланировано было еще раз напомню что он сейчас вот здесь вот сделали что увидели немножко поменяю здесь скрипт чтобы он перес до ипотека остается то есть он как сейчас работает он у нас говорит что если у нас и вот такой и вот такой путь совпадают ведь это flash и flash about то у нас и ипотека и услуги отрисовываются принципе он делает свою работу правильно мне как-то от этого особо не легче я попробую сейчас исправить ситуацию следующим путем я скажу что все три роута у вас два роута заключаются switch switch обычно обволакивает несколько схожих по смыслу или там по путям роутов это вот раз проверяем ипотека а нас услуги пока что у меня здесь ничего не отрабатывает смысле движухи нету при нажатии но и обратите внимание ошибки нету то есть он что-то отрисовал а теперь я хочу использовать такой своеобразный финт который помогает указать страницу по умолчанию для нашего приложения для того чтобы указать какая страница будет главной мы можем вот здесь вот сказать указать props exact exact вот такой вот это позволит нам сделать эту страницу дефолтную по умолчанию но это еще не вся часть финта основная часть заключается в том что вы дублируете road и указываете какую-нибудь стороннее название вот здесь вот дополнительное название ну например это может сказать и по вот как то так давайте проверю как это все у нас работает ипотека а нас услуги ничего не дорисовывается то есть обратите внимание указали главную главный компонент для прорисовки это сама ипотека здесь указали резервный путь он будет нас выручать от дополнительной прорисовки и вот здесь у нас еще и балду сервисов вот у нас получилось стандартная такая очень простая нюшка с демонстрацией работы реактор и так еще раз подытожим что мы с вами сделали первое импортировали через деструктуризацию четыре компонента хэшоутер link road и switch второе создали простейшие стрелочные компоненты которые отрисовывают содержимое станицы ну соответственно тут в будущем у вас будет bootstrap шаблоны что-то еще и потом заключили линки и роуты хэш роутер статичный набор в роутер который отрабатывается статичными файлами на сервера указали ссылки и указали маршрут и вот пожалуйста самый простой вариант использования роутера на странице понятно что за бортом у нас остается очень много чего например работа с изменяемыми параметрами в спа-приложении за бортом у нас остается работа по переходам по транзишному по всему остальному регулярки за бортом остаются но за 45 минут об этом во всем конечно же рассказать невозможно я подозреваю что некоторые слушатели могли записаться не будут слушать потом это видео с нуля зная что ряд это круто но не владея базовым сказать базовой информации порядку я мы я спешу предложить вам небольшой бонус это ролик который за 10 за 11 минут быстро позволяет сделать первые шаги реакция и по иронии судьбы там описывается как построить форму для расчета ипотеки ну то есть я окончательно решила всех добить ипотекой соответственно этот вебинар бы не просто не прошел бы если бы не грядущее расписание у нас 21 5 рекламная часть пошла ведет старт курса он я кто первым будем рассматривать самые же компоненты компоненты класса стрелки стейки пропсы всплытия состояния самую самую базу если вы это уже знаете то пока не стоит беспокоиться лучше дождитесь появления второго если вы с этим не знакомы и понятие компоненты вызвало у вас шок и трепет обязательно записывайтесь по телефонам которые у нас здесь указаны и выбирая для себя формат приходите к нам обучаться кажется у нас официальное время 18 45 подходит как раз и я перехожу к сессии свободные вопросов ответов когда мы сначала отвечаем на общие вопросы ответы а потом уже остается время управляю код в частности тех кто у нас номера пожалуйста жду вопросы в чате товарищи генеристы спасибо за вопросы мы еще и посмотрели как экспортировать этот файлик значит если у кого-то будут вопросы по поводу того когда как стартует курс что будет программе и так далее я отвечаю на такие вопросы на по электронной почте а тарасов специалисту единственная большая просьба вопросы по самому реакту на e-mail написать потому что на вопросы курсов я очень не люблю отвечать на вот когда будет ближайший курс какой формат обучения и так далее я с удовольствием отвечу с вами на этом на сегодня прощаюсь всем доброго новых встреч